Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас 20-е, 20-е уже января 2022 года, у микрофона Леон Вайнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Мы продолжаем нашу серию коротких историй из серии «Дорога в ад» по материалам Льва Пепзнара. Часть вторая. Правительство США торжественно остановило строительство нефтепровода из Канады. Введены ограничения на добычу нефтью на федеральных землях, а главное, инвестиции в развитие неразносителей на углеродах стали рискованными. Многие компании и фонды боятся инвестировать в разработку новых месторождений. Все это делается, чтобы спасти, как говорят глобалисты, планету от удушения парниковыми газами. А, значит, которые вот это вот удушение приведет к тому, что цивилизация может исчезнуть, и мы все сгорим от жары, от пламени, от сухости, но одновременно и от штормов тоже будет нам плохо, и землетрясения, которые вскоре начнутся, как результат действия взбесившегося человечества, которое производит очень много парниковых газов. На возражение трезвых экономистов, что цена на бензин, обогрев и вообще на все товары взлетит, глобалисты отвечают за то, за то мы выжимем. То есть мы будем платить по 10 долларов за голову бензина, по доллару за киловатт электричества, я не знаю, но будем жить, да, а так умрете, мол, ну, если выбор, на самом деле платить больше за товары, ну, там, снизить уровень жизни, так сказать, как следствие, у большей части населения, участие, так сказать, естественно, нет, да, богатый и средний класс, независимо лечение цен, так сказать, это по ним не ударит, а со снижением уровня жизни у бедных людей, а они становятся, так сказать, они живут короче, они больше болеют и на самом деле выбирают между едой и лекарствами, например, ну, или там, так сказать, едой и чем-то еще. Заплатим, мол, здоровьем, ну и т.д. за возможность выжить. Может, они и правы, глобалисты. Но вот незадача, когда США и Канада стали производить меньше энергоносителей, одновременно Россия, Венесуэла, Иран, там, ну и тому подобное, стали производить больше. То есть количество выбросов газа в атмосферу не уменьшилось, а планета, она у нас общая планета, да, так сказать, там, вот здесь там полетела, потом облетела все остальное, там, осела куда угодно, там, или там, озоновые дыли, там, не знаю, организовались, и наоборот парниковые газы, они на всей планете, да. Планета не стала чище из-за этого. Значит, углекислый газ не пропал и не испарился. Просто айтоллы, кооператив «Озеро» и социалисты в Венесуэле стали получать значительно больше, я бы даже сказал так, бешеные прибыли, и стали вооружаться до зубов, готовя противостояния с теми же США, которые по глупости своей нищают. Ну, там, США, Канада, Европа, естественно, так сказать, как бы идет в форматере, да. То есть мы, мы сами рушим старый порядок, ну, старый мир, да, там, как в «Песне Пьенос», да, а на обломках кто-то, ну, не мы, потому что мы идиоты, вот, будет строить свой новый, я подозреваю, похожий на концлагерь мир. И еще раз, богатые не заметят увеличения стоимости бензина, инфляции, подорожания пищи, а беднейшие слои населения, за которыми якобы ведет борьбу демократическая партия США, там, социалисты Европы, Канады, Австралии, Новой Зеландии, они получат по полной программе. Ну, вот, чем беднее бедные, ведь, тем дешевле их покупать. И разговор идет о том, чтобы держать бедных еще беднее в бедности, чтобы их легко было купить. Вот и смотрите, кто дурак, а кто улыбный, да? Да. Ну, а теперь о проекте Камертон, два слова. А, во-первых, спасибо за помощь, все время получаем какие-то средства от вас, спасибо огромное. Работа идет полным ходом, или будет доллар, который вы присылаете, помогает нам решать наши технические и прочие проблемы. Так что, кто может помочь, помогайте, пожалуйста. Информация о том, куда послать деньги, ниже. И еще, срочно нужен человек, или два человека, другое, кто может помогать авторам расставлять их видео и статьи на Камертоне и несколько соцсетях. Знание компьютера на уровне пользователя, да? По времени час в день. Вот пишите, пожалуйста, по имейлу ниже, кто может помочь нам с этим делом. Спасибо большое. До свидания. До следующих встреч.